Народ, всем привет! ну че, как вы поняли, наконец-то сегодня последняя серия этой эпопеи, саги латиноамериканского сериала, как хотите называйте авто за 200 тысяч рублей на автомате как много боли в этих словах сколько сил и времени мы на это все угрохали, это просто жесть итак, предыдущий ролик закончился на том, что все, я так ничего не нашел славен вариант уже давно в сервисе уже обслуживается, а у меня никак не получается найти нормальный автомобиль и мне уже пора ехать в Сочи, поэтому поиск на данный момент прекращается и никаких вариантов нет полный бесперспективняк я выговорил это слово бесперспективняк вот в общем, спустя неделю приезжаю я в Сочи, никакого желания подбирать автомобили нету, но выбора не остается приходится этим заниматься сегодня какое число? сегодня 17 апреля, 17 апреля мы закончили съемку предыдущую 3 апреля прошло с тех пор 14 дней 14, две недели прошло ничего не изменилось все, у меня не лают слава богу, да все равно ничего нет нового, я еще аж смотрю вон, там Мазда 3 есть БК-шка Peugeot есть чайник со свистком ВО, полторы тысячи чайник со свистком? да, у меня больше ничего не открывает смотрю охреневая просто нет машин спектра да, ну и нафиг спектру спектру вообще не смотри даже если она идеальная будет нафиг она нужна? спектра хлам тебе разве не хватило тех покатушек на спектре? спектральных, блин планируем еще целый день на подбор и осмотр автомобилей однако тут вдруг внезапно происходит одно интересное событие пока я был в Сочи и уже прям буквально за день до моего приезда внезапно выходит на связь тот самый владелец гольфа четвертого он говорит ребят, в общем у меня поджимают кредиты полнейшая жопа я по итогу в любом случае должен продать автомобиль готов вам отдать его за 210 но мы то понимаем когда у человека поджимает ситуация ну, где 210, там и 200 а то может и 190 и тогда этот гольф, наверное, нам будет интересен слушай, этот 200 200 а, нет, 200, 200 не будет, брат то ты пока подумай, мы едем, короче через час 240, 215, брат 210, ты сказал, какие 215 ты чё, шутишь, что ли? 210, ты сказал последний, последний, моя ТНФ 215, 40 ты сказал, 210 же мне сообщение прислал я тебе его покажу 210 ты шутишь, что ли? ты написал 210 забирай, посчитай сам переписку давай, давай офигеть 215, говорит, твоя последняя цена сам сообщение прислал, говорит, 210 забирайте так, какой у него там адрес? тогда надо сказать ему, чтобы он туда подъехал тогда давай сначала кофе попьем попью, попьем я вам не возьму ой, блин, как я заделать бордюр хорошо, что славу не видел да, а то меня затролил бы слушай, оттай-ка гольф да все, бросай а то уедешь сейчас далеко привет, как дела? нормально так, что не троит теперь, да? нет ага, ты провода поменял? провода поменял ну, второй и третий свечи не мог поменять а, ну понятно, потому что там хрен-ка не подлезешь ну да это потому что надо уметь я сам поменял, хорошо а, а что за провода поставил? не знаю а, ты первую не знаешь? брэйми вижу, брэйми нормально а, покажи, так ты поменял только два провода? нет, все провода а, свечи только две я понял, да ну, там где-то такое ага, эту фигню не стал менять? нет вчера начался здесь что-то тупить когда езжаешь там хрустит ходовой или что-то ну, сейчас прокатимся сейчас, короче, прокатимся, посмотрим сейчас Слава придет, он за кофе пошел прокатимся, посмотрим сейчас поймем, что к чему у тебя документы с собой? да, с собой покажи пока, когда я тебе пробью их это не амортизатор амортизатор, амортизатор нормальный там у нас сейчас прокатимся оно у тебя сейчас гремит или только погремело и пропало? когда яма пропадает вот тогда сейчас гремит тоже, да? да, да я еще посмотрю блин, там течет еще рейка чего? лучше не заглянул выверни руль туда а летняя резина где у тебя? летняя резина она без дисков? я просто не помню с дисками а, я понял титановые я понял, что не должность там очередь елки-маталки Слав, возьми вот так, покачай только дверь не оторви стаб, вообще конец стабилизатор 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 вообще, да он такой смотри да что, давай прокачивайся ты здесь? я здесь останусь хотя, что там смотреть мы уже и так все видели мертвый мотор мертвая коробка более-менее живой кузов и, казалось бы что может еще вылезти нового? а третий тоже попробуй так же нормально работает, как и вторая давай четвертую хотя бы подкнет, нет? четвертую, четвертую нету же? как нету? ты шутишь что ли? четырех ступок ой, блин с четырех, либо даже пяти я не помню, какая у тебя стоит у тебя либо четырех, либо пяти ступок ну коробке конец как был, так и остался ты же говорил, что он нормально начало работать что случилось? коробка? нет это, когда поменял свитер нормально было так этот, короче, два дня назад этот еще появился а, вот эти пинки там у меня воду горячей встал еще так еще этот появился перегрел? да, перегрел так после этого еще так стало блин, ну пиннайт вообще конец вот почему ты ее продавать собрался а не потому, что у тебя кредит просто начало пинаться ты понял, что это вложение миллион нет, нет вот я могу показать кредит да ладно, я тебе я шучу я шучу я шучу а то я не продал ее коробка все равно мертвая коробка мертвая ты от этого никуда не денешься она как бы мертвая и мертвая хоть рейка не гремит хоть один плюс хотя ее все равно переборку она течет ой, блин неделя работы здесь только только по таким мелочам вы вообще перекупщики, да? нет, конечно нет мы себе смотрим машину не себе, для девочки я же тебе в первый же день говорил ох, эта боль вы знаете, вот это ощущение я чувствовал себя максимально униженным в этот момент уже просто славина улыбка вызывала боль потому что она уже саркастически издевательская просто вот а я все пытаюсь как, знаете, как утопающий за соломинку я все хватаюсь за этот гольф потому что мы столько всего посмотрели, обзвонили ничего нового не появилось и а эта машина, она ну, более-менее и я вот как утопающий прям хватаюсь хватаюсь за эту машину ну, пожалуйста, гольф ну, хоть вот есть хоть какие-то обстоятельства в этой вселенной при которых можно его купить как костер как костер как костер турбин надо остудить сейчас, короче, две минуты мы посовещаемся две минуты ну, вообще конец это, знаешь, из серии без рыбья рака рыба да на самом деле так оно и есть вот так оно и есть на без рыбьи и рак рыба она она переключается с такими пинками но на месте на драйв нормально но это смысла нет хорошо, давай объективно ну, по сути покупаем кузов правильно? только кузов, да кузов это у него единственное, что нормальный ну, у гольфов насколько он убитый кузов хорошо вот открой и найди хоть один гольф мы же не один не посмотрели а я просто уже по объявам глянул и я не нашел ничего именно на гольфе только если выбрать ну, кажется, кузов можно купить за сто да, где ты за сто ты тоже такой интересный, Слава где ты за сто гольфа четвертого вообще найдешь я кузов говорю да и кузов ты от него не найдешь никогда за сто тысяч блин, ну это дорого для него ну, какие двести ну, блин, не стоит он двести елки-моталки короче сидим мы в машине и думаем как бы уже сказать владельцу гольфа что, пожалуйста, больше не звони нам мы точно эту машину брать не будем как вдруг происходит интересное событие смотри цивик в коммунарке описание очень крутое ну, сейчас ценники такие блин, что поделать двести, понятно, двести много, но где много, ты офигел что ли это седьмой цивик он, блин, четыреста стоит это хонда цивик две тысячи второго года пригнанная из германии с одним владельцем в России и по описанию ну, просто конфетка по документам владелица моя теща владельцу тысячестого года машина была пригнана из германии в тысячестом году пробег был двадцать шесть тысяч последние три года машиной практически не пользуемся потому что метро открыли на работу ездим все на метро вот я даже вот в декабре отогнал ее в сервис мне там ГРМ поменяли масло ну, все что стартер перебрали а смотрели, приезжали кто-нибудь вообще нет нет, я сегодня только выложил вот четвертый кто звонит три человека уже обещали сегодня приехать вот что ну, а если мы через ну, два часа ехать показывает навигатор через два часа приедем вы как? вот через два часа самый первый человек тоже говорил, что приедет ну, приезжайте я не знаю может быть вы все в одно время приедете будете смотреть я же не могу никому запретить приезжайте я не пойду в гольфу я пошел сказать я пошел говорить короче не будем брать ну, нет не стоит он того мы сейчас просто посмотрели прикинули не стоит он того он нам обойдется в 400 тысяч нам не нужна такая машина нам надо ехать первыми туда Слава нашел погоди, нашел Слава сядет за руль мы живыми и приедем туда не скинь миги кардинальтов он тебе должен переслать их окей два часа там десять минут до коммунарки потому что это другой конец Москвы я в этот момент все проклял какого хрена мы поехали опять на этот гребаный гольф нам с юга москвы до коммунарки ехать полчаса а с севера два с лишним еще навигатор показывает два часа десять минут по факту будет что-нибудь там два два сорок а то и три часа езды и мы просто никак не успеем в субботу потерять просто на гребаные поездки туда-сюда по Москве блин и мы как на злом уехали в другой конец с Москвой нахрен мы к этому гольфу ехали нахрен мы к нему ехали у него даже рамки из Германии похожи прикольно приехали на метро просто за час да да ладно все равно на юг ехать ну да только не два часа первыми можем приехать и ее заберут обидно будет я все заберу я поеду сейчас один ветр а в коммунарку метро ездит? да серьезно? по моему есть метро коммунарка все точно блин можно до красной ветки доехать и напрямик за час все через час на данном ну на метро мы давно не ездили кстати это было прикольно по-своему но я не ездил год точно что коммунарка есть реально метро? да прикинь есть метро коммунарка да университет прохой линии? красная час десять ехать у нас метро нет здесь вообще мы можем доехать до Тургеневской час десять ехать да так женщина двигайся взял девушку на год 2 ну че елки-маталки метро так метро поехали большие города и время как вода охренеть как бы поезд крутой пустые поезда все начинать сначала полтора-два метра держи дистанцию надо будет потом ночью заехать заехать машину забрать ну да следующее станция он не сошел фиги технология блин это прикольно вообще слава, блин, рукой своей хе-хе-хе 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 хе-хе короче я жил на метро университет и вот до сюда я очень хорошо все это знаю до юго-западной ну юго-западной редко было альбернацкого часто было вот университет откуда ну никогда и не было когда я там жил их не было я не говорю последняя была юго-западная тропарё в Румянцево еще не построили когда я жил на университете я помню еще более того вот эта вот станция называется бульвар Рокоссовского а я вам скажу что я в 2006 году ездил на эту станцию она называлась улица Подбельского эта станция называлась улица Подбельского я точно знаю я весь мир ненавидел потому что тогда приходилось доезжать вот до сюда пересаживать здесь самый длинный переход с Чкаловской на Курскую огромную лестницу вниз, наверх там входишь, платишь переход длиннющий и потом здесь еще слава я был на всех станциях метро на две тысячи где-то четырнадцатый год то что было построено а потом все я был на всех абсолютно станциях метро любите здоровье поезд очень крутой здесь тоже новый вагон сейчас встретят старый вот новый дождемся еще помнишь поезда были Русич блин тихо едет новый наверно не старый 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 реально старый вот в таком поезде мне нравится давай здесь в стенки встанем вот так вот так нас закончили девушки в поле что ли станция смотри вообще ничего нет ого офигеть здесь прикольно смотри это гербарий осторожно двери закрывают следующая станция блокшера ну быстро приехали сейчас на машине еще час ехать мы бы еще в центре стояли бы сейчас где-нибудь возле Кремля зато на машине мы бы пожрали да Слава меня это вообще не важно говорит человек который всю дорогу говорит пожрать бы почему не разбился и вот те кто подписан на инстаграм знаю примерно месяц-полтора назад я выкладывал пост в инсте и Слава тоже и Леша все выложили пост о том как мы ехали в метро ребят это вот это событие вот этот раз вот в этот день мы ехали в метро с бабушкинской в коммунарку Слава устал устал по лестницам ходить так я тоже попробую а здесь одна моргает охренеть там налило целый литр спиртом помыл слушай а нельзя его бухать на запах спиртя гатающего ни хрена себе блин мы точно в Москве вообще в Лос-Анджелесе отлично мне понравилось поехали обратно и вот мы приезжаем в коммунарку на панике уже на скорости выскакиваем из метро что быстрее бежим все торопятся как можно быстрее успеть к этой Хонде все кроме Славы Слава, ну шагай что уже еле ходит все слава мы потеряли да мы пешком от метро от Ольховской пешком мы с ума сошли что у вас денег нет? а ты что? ты говоришь зажали 200 рублей столовая от ДЦ три километра сейчас наш бросок езично вообще да, мы посмотрим и все сейчас у вас ноги отказываются Слава потерял 100 калорий уже ноет что есть хочет нет, я еще могу неделю не есть а как камера была выключена только что Слава говорит что хочет жрать как камера включилась так говорит неделю могу не есть лист как выглядит Слава короче камера выключится ух ох Ребят я устал выключила Elon такой смотри сразу пошел Ох нормально слава никогда не радовался как сейчас пошли Когда тебя это останавливало, Слава? Просто скажешь, что ты устал? Нет Слава, крепись Если там бургерки впереди будет Пока Помнишь небо, помнишь сны Я молча Блин, почему мне эта песня приелась? Здрасте, вы нас наверное ждете Что, мы первые? Это сила метро И практически сразу буквально 20 секунд осмотра и становится понятно, что этот вариант не просто наш, а надо срочно делать так, чтобы все все, кто хотел сюда приехать их отменяли чтобы у нас не было никакой ситуации где, знаете, бывает такое устраивается аукцион когда ты приезжаешь, машина хорошая пока ты ее осматриваешь туда-сюда, договариваешься с владельцем что уже готов возможно ее забрать а тут приезжает кто-то другой и такой говорит я даю на 5 тысяч больше 10 тысяч больше владелец такой ну конечно нахрен а ты еще торговался он такой, ооо я могу без торга отдать да еще и подороже машину Слав, дерни капот сначала я гляну сразу и потом только его заводи вы ее грели сейчас, нет? да, грел вот там, смотрите я поменял топливный фильтр в паке года 3 назад красили бампер или что? бампер я не красил сейчас все расскажу ага, так сейчас все расскажу так короче, она с первого раза может плохо завестись а со второго раза уже прям вообще в идеале и это прям из-за топливного фильтра началось ага по поводу капот капот капот, да капот кручения скажи, капот я с разборки поменял а вы сегодня его поменяли? да капот был вот в таком состоянии он начал коррозить собственно я вот почему вы говорите красил я вот так его подкрашивал но опять ржавчина начала появляться ну понятно я заказал просто тупо капот в цвет и сегодня прям новый поставил этот можете тоже задавать понятно а этот вы его получается не обрабатывали а просто сверху напылили да? нет тот тот капот я зачищал анти ржавчины преобразователем ржавчины да, потом вот эту вот линию прокрасил наверное поэтому краска сюда и попала ну да потом она все равно но это было лет пять назад я этим заморачивался а этот капот у меня я его купил в прошлом году просто руки не дошли поставить и сегодня я его поставлю а вот эти косяки по кузову они в ваших рук делали или было до этого? ну как сказать во время эксплуатации даже при мойке бывало отваливалось ага может быть где-то скол был и когда мойкой мыли вот эта вот краска была отваливалась у нее лак прям лезет с этого крыла салон блин вообще огонь не даже блин в салоне сидишь приятно так вообще без бабушки тоже нам лучше чем рио вообще жалко что я ему нашел такую тачку да, на овощах огонь посиди него блин вообще работник просто все и в салоне приятно давайте прокатимся давайте прокатимся да давайте 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 посмотрите остальные давайте потом не открывать не ладить это родной капот это я вам рассказал так с америки когда-то заказывал думал поставлю они это стекловолокно это не оригинальное это стекловолокно абсолютно не нужны вы их лучше отдельно продаете понятное дело но смотри бампер то все равно украсть можно забрать будет она по протектору жевает ты погоду посмотри по моему ей конец кумха кумха где у нее дата с той стороны дата лет шесть окей давайте прокатимся сразу я бы сейчас уехал в машину прям да глушак гнилой банка лонжероны сзади ржавые сзади независимая подвеска да глушак центральная часть как будто мененная недавно а вот последняя банка гнилая уже ну по кузову и красить там-сям здесь так едем пробег такой прям 199 859 как будто подмотали его под эту цифру пробег точно не мотали потому что этим заниматься мне даже некогда не хочу этим заниматься только можете ремень накинуть я сторонник того что в машине были пристегнуты люди сейчас я езжу на тещиной вольве с 40 она потому что у нее тоже говорю стоит у нас как метро открыли в коммунарке машина вообще теперь не нужна ну дольше ездить по любому на машине намного хоть я недалеко работаю чел конечно к нам относился отнесся недоверием потому что мы быстро ураганом осмотрели эту машину прыгнули в нее вместе с ним прокатились и такие все все давай прем сейчас забираем и более того во время того как мы ехали с ним ему позвонил знакомый и говорит что ты там машину продаешь ну судя по разговору вот я слышал я рядом сидел с ним а он меня слышал слушай я перезвоню я тут это по машине тут приехали ребята смотрят и я перезвоню так а у тебя есть желающие ну если ребята не заберут я тебе сейчас сутки скину и я понимаю насколько мы вот насколько мы буквально реально вот несколько минут туда или сюда и мы просрали бы этот вариант а это хонда цирик просто муа из германии с одним владельцем вся ровная чистая чел даже капот поменял вы просто вдумайтесь поэтому не долго думая говорим все мужик едем к твоей тёще быстрее прямо сейчас оформляем ДКП я тебе перевожу деньги и машину забираем короче время 4.58 через 2 минуты выйдет видео вторая часть 3000 gt а мы сидим вот здесь вот и ждем пока Слава выйдет с ДКПшками на цивик то есть если вы смотрите видео про цивик знаете что купили мы его ровно в день выхода видоса второй части про 3000 gt это Леш ты что такой счастливый? я закончил спасибо ты не представляешь что это я забыл в этом ролике там 60 часов исходников 60 часов как на камбре только надо было сделать за неделю блин а вы пишите 3 часа делай 3 часа да ну чё ёлки моталки блин это было очень сложно о здесь даже фигня есть для телефона магнитик да? так давайте жрать да? это Слава сказал я просто его Слава проговариваю еще раз это надо объесть это надо объесть ну чё ты цивик дружить будем? блин я настолько рад это это супер тачка и за 200 гтарей даже учитывая что я ни разу еще не услышал Слава спасибо тебе огромное за что тебе спасибо? Слава молодец нашел классную тачку но ты же ее блин не мне нашел Алене не Алене а Ксюше это тебе Ксюша будет говорить спасибо Слава спасибо за то что нашел мне машину искренность теперь так же точно точно те же самые Слава только искренне давай Слава я очень очень благодарен тебе за то что ты нашел машину без тебя я никогда бы этого не сделал без тебя как без рук я рукожоп я ни хрена не умею все что все оживления на самом деле снимаются за камерой тобой все машины ищутся тобой ты лучший в мире я Слава без тебя я бы точно ничего в этой жизни не добился спасибо тебе огромное это абсолютно искренне пошел короче когда машина хорошая когда ты сам разбираешься ты понимаешь да надо сразу брать ее все не думать а сейчас представься просто представься есть такие отдельные темы клиенты эксперт приезжает звонит говорит срочно отличная машина надо брать ну я не знаю мне с женой надо посоветоваться да что-то она вот там покоцанная туда-сюда ты хочешь сказать блин надо брать елки ну знаешь мне что-то не очень давай еще поищем и ты такой вот и тупой блин короче все ништяк спасибо всем спасибо центру за это здравствуй небо в облаках здравствуй меня радует что не надо ездить за этими блин акцентами соляриз какие соляриз акцентами спектрами пропади моя тоска нет в теории такое может быть но не в этом случае я жду пока ты замолчишь чтобы начать петь блин и ты да я специально ты колебал ты дай я спою песню солдаты это же такая классная песня пошел ты я не хочу больше петь пропади моя тоска вот он я привет войска и рельсы поезда как я попался это был эпичный день вот реально столько столько эмоций собралось в одном в одном не столько переживаний всего такого за один день это было реально очень круто так, сейчас я прям конец у меня носок задом наперед, смотри-ка еще я только сейчас заметил обычные парадно-выходные это генлиниевные генлиниячные это носки для генлиний у них дырки только по бокам, видишь, вот здесь а эта дырка знаешь откуда? нет ну когда они заводы скреплены такой полиэтиленкой если ты их вот так разрываешь как я обычно делаю иногда вот так в них такие дырки образуются то есть она прорывает в них дырки вот поэтому у меня много носков с вот такими боковыми дырками просто мне лень искать ножницы разрезать и так и все вот, ладно сегодня 11 мая 11 мая уже так надолго все это затянулось наконец есть результат здесь у меня с собой лежат чехлы сейчас, короче все будет происходить таким образом елки-маталки в общем чехлов три, просто они разных размеров надо будет сейчас примерять какой куда подойдет это три чехла для того, чтобы они не могли увидеть заранее, что это за машины так как обе машины нашел Слава нет понимания того какая из них кому достанется поэтому скорее всего будет сейчас какой-то жеребий Слава все это одобрил хотя его никто не спрашивал мы по факту имеем супер замечательную просто идеальную отличную хонду цивик и обычную ничем не примечательную Kia Rio которая еще даже не приехала сейчас приедет сюда кстати, я видос пересмотрел ты сказал Рио, Рио, бери, бери давай классная машина правда там седан был да, ну я только за Рио я не против Рио но не такой же, блин убогий универсал слушай, надо вот отсюда всю эту грязь убрать такие здесь тоже самое, по-моему, да? елки ты ее вот так сдвигаешь назад назад о, нифига там грязь да, вот так о я, блин, после Camry знаю, как разбирается любой элемент автомобиля вот я сейчас уверен, что любой, кто смотрит видео просто за задницу себя кусает если у тебя, у него бюджет 200 тысяч и он хочет купить тебе машину на автомате вообще любую машину этот Civic идеален за эти деньги очень повезло но это я Славу обучал тот самый момент, когда ученик превзошел какой же ты учитель, если твой ученик тебя не превзошел я просто понимаешь, Слав, я вообще не хотел искать машину я просто думал, посмотрел как ты справишься специально ничего не делаю смотрю, думаю Слава, сможет найти или нет обе машины я думаю, Леха ставит твою панику вообще конец ёлки-маталки да ладно, Слава, тебе просто повезло два раза да так это тоже давайте короче, это все фигня давайте сразу закрываем значит так размер имеет значение S M надо это все пояснить, чтобы вы понимали мы обосрались и мы не успели подготовить обе машины вот эту машину не успели подготовить поэтому, если посмотреть сюда то здесь видно вот пятна все те косяки, которые на этой машине были они не устранены то есть это все красилось два часа назад, чисто, чтобы сейчас машины вручить главная проблема сегодняшней съемки в том что мы обязаны сделать это сегодня, потому что потом всех не соберешь, нам надо собрать Славу меня Слава вчера только приехал, блин он уезжал отдыхать девчонки, каждая тоже, каждая по своим делам у всех есть свои дела, я один готов каждый день, остальные все ни хрена не готовы нафиг и получается, ты на монтаже сидишь вот, сегодня 11 число, 11 мая вот на сегодняшний день всех собрали все в Москве, все могут туда-сюда но машина при этом не готова поэтому пришлось пойти на такие ущрения то есть, здесь сейчас все чисто вот временно сделано, чтобы машину вручить и после этого мы сразу эту машину у Алены, надеюсь, это у вас все-таки будет Алена у Алены заберем и соответственно отдадим ее в покраску два-три дня ее покрасит и потом уже она сможет ее полноценно забрать по-хорошему, у нас есть две машины обе нашел Слава если бы одну из них нашел я, было бы понятно что одна вручается Ксюше, та, которую нашел я и одна вручается Алене, та, которую нашел Слава но пока Коби нашел Слава их надо бы как-то правильно распределить и поэтому, мы начали искать способы, как сделать так, чтобы никто, ни мы, ни Слава, ни я, ни девчонки не решал о том, какая машина кому достанется а чтобы все это решал случай и перебрав кучу разных вариантов в один момент, нам приходит в голову интересная идея Слава вообще является фанатом нарт была такая тема Слава, когда еще ездил на БМВ менял резину и Слава менял себе резину на БМВ не на новую а на БУшную он нашел объявление где-то там на Авито по продаже БУшной резины поехали мы в Дзержинск или Дзержинский Дзержинский, который замкатан Дзержинский там оказался какой-то магазин БУшной резины и там получилась такая тема у них же шиномонтажка есть у этих же ребят которые торгуют резиной и они типа такие мы можем тебя сразу переобувить Слава такой а что, давайте там сразу переобуемся все, окей пока машины его поднимают переобувают в какой-то момент Слава из багажника по-моему вещи вытаскивает чтобы закинуть туда колеса и достает нарды тот такой чел о, нифига нарды тот шиномонтажник который машину переобувает ты типа что, в нарды играешь? Слава такой да, играю в нарды он такой а давай зарубимся значит Славе переобувает автомобиль стоимость замены колес соответственно две тысячи рублей и тут поступило предложение что если Слава обыграет его в нарды сейчас то соответственно Борис сделает работу всю бесплатно которая стоит два косаря но если Слава проиграет то соответственно он заплатит двойную стоимость то есть четыре тысячи рублей итак будем следить в прямом эфире Слава уже начало проиграл и там еще, кстати, одной фишки не хватало без него камень положили у Славы остался один камень здесь здесь ничего нет и это реально камень да, реально камень и у него почти все фишки здесь Боря, не сдавайся Славу можно победить по-любому и по итогу дальше история умолчит ну ладно, расскажу выиграл да ладно спасибо за игру красавцы вообще блин, всего не хватило чуть-чуть, да? ну да ну да, вторые раз, два, три, четыре блин, за речью один ход всего лишь не, ну это прям этот это серьезная победа тот ему сделал шамотаж бесплатно все как бы все как и договаривались с балансировкой полностью все и Слава ему отдал в подарок те нарды вот и получилось, что Слава фанат нард лишился нард несколько лет был без них и вот он ездил в Нурлат отдыхать привез оттуда еще новые нарды и сейчас пришла в голову идея ну нам же надо чтобы девчонки каким-то образом скинулись между собой поняли кто выиграл и Слава предложила почему бы не сделать это на костях мы сразу говорим давайте так эта машина у нас например 10 эта машина у нас 8 и кидают пока не выкинут нужную цифру да, ну то есть с двух костей вот например вот ты кидаешь только надо кидать туда да ну-ка 10 вот тебе уже 10 а тебе 8 надо выкинуть 8 серьезно? как так может быть блин? я только так умею прикольно, слушай вот тебе 10-8 логика у нас будет такая у нас все на ходу все в живую никаких заранее запланированных вещей ничего нет давай тогда знаешь как сделаем по десятибалльной машине сейчас эти машины оцениваем а кстати да неплохой вариант допустим это ну в моем понимании где-то в ее бюджете да, то есть где-то 8 это 6 7 и соответственно кто кинет семерку либо восьмерку либо 6 и 8 да теперь настоящий нормальный рейтинг то есть то что сказал Слава это полнейший бред это 8 это 6 ты сказал я говорю реальная настоящая оценка по десятибалльной шкале обоих этих автомобилей это 9 почти 10 вот без малого 10 я ей не даю 10 только потому что тип кузова трехдверный хэтчбэк и он не подходит всем это единственный недостаток этой машины это трехдверный хэтчбэк вот у нее мало дверей то есть для семи не самая удобная машина единственный минус если бы у нее было 5 дверей это было бы 10 из 10 вот эта машина ну короче окей это мы говорим про цирик это 4 офигел что универсальный нет это да ну ее блин ну такие орел блин ты давай не надо 7 ну блин за 200 тысяч что ты возьмешь ну ладно ну не 7 ну не 7 какие 7 ну 6 5 6 ну она она обычный вариант за 200 тысяч просто знаешь как это просто машина за 200 косарей не перекупская не тотальная не убитая отъездившая свой пробег и продающаяся за свою реальную стоимость то есть эта машина за свои деньги эта машина стоит дороже эта машина за эти деньги конфетка эта машина за эти деньги просто средний вариант поэтому ну 7 6 давай 6 окей 6 6 в джунгли на время тебя мы забросим пока здесь не выпадет 5 или 8 по-моему так в джумандже было это да было если кто смотрел джумандже там было так в джунгли тебя мы на время забросим пока не выпадет 5 или 8 идея по-моему гениальная гениальная то есть у каждой из них есть шанс получить любое из автомобилей и все это решает случайность абсолютная прямо на земле на картах будем это делать можно на багажнике можно на камрюхе как положено ну уж не на камрюхе потому что в камрюхе то царапать не хотелось бы а Лешу на машине не жалко давай вот багажнике здесь снимать неудобно да да я бы на картах сыграл это понятно да я ничего блин давай на картах нормально как положено на картах на земле ему так не надо так некрасиво неудобно давай пошли на землю на землю прям перед мой оператор сказал так и делаем чему нет вот отсюда прям в том месте давай вынесем чуть-чуть попозже когда давай уже этот вон наверх ложи ну чё ёлки-моталки 150 миллионов дней подбора куча 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 геморроя куча осмотров куча всего ради того чтобы сейчас все это произошло где где короче короче туда можете пока не смотреть самое главное будет происходить здесь и сейчас в общем долго ли коротко ли все это длится очень уже кучу времени и проблема в том что мы никак не могли найти вторую машину почему сегодня такое так все сумбурно происходит потому что машины не успели окончательно подготовить одну из них вот но мы не можем больше времени тянуть потому что следующее видео которое выйдет послезавтра в нем уже одна машина заявляется ее нашел слава слава в первый же день с первого же выезда нашел машину и здесь главный момент надо признаться мне надо признаться Ксюша я обосрался потому что вторую машину нашел тоже слава по итогу я не нашел ни одной машины слава нашел две я здесь чувствую себя просто как ведущий знаешь вот есть профессионалы а я просто поболтать пришел ну так вот главная суть в том что так как если бы одну машину нашел я на нашел славу то не было бы никаких проблем но так как у нас одну машину нашел слава другую нашел слава нужно понять какая достанется кому и будет очень неправильно если мы будем это выбирать также будет неправильно если вы будете это выбирать поэтому выбор мы оставляем на волю случае да здесь сейчас произойдет розыгрыш причем таким образом довольно таки странным образом который пришел нам в лово буквально 10 минут назад вы будете кидать кости да слава тащи реквизит смотрите здесь написано 69 это не намек здесь написано 69 не просто так и здесь есть кость 69 написано просто потому что мы вот прикинули и оценили оба этих автомобиля они оба хорошие но один из них вот в рамках скажем так если говорить по совести один из них просто оценивается на 6 баллов из 10 другой на 9 это не значит что они плохие они оба хорошие просто по нашим внутренним меркам бюджете 200 на бюджете 200 одна машина оценивается в 6 баллов другая в 9 а как будет происходить сам розыгрыш очень просто вы по очереди будете кидать кости пока кто-то из вас один не выкинет цифру либо 6 либо 9 итак вопрос кто будет первой кидать вообще мы Ксюша ты будешь первая кидать я могу шансов шансы все равно равны вряд ли ты с первого раза выкинешь 6 или 9 а мы по очереди будем? да вы будете кидать именно по очереди специально все на полу не на столе чтобы вы могли сидеть на картах вы же любите сидеть на картах обожаю в таких джинсах ну я тебе могу подать кубик ты можешь кинуть их сверху нет нет я постараюсь вообще мы думали так что первый начнет Алена просто потому что как бы Слава работал с тобой и ты как бы ну по сути он нашел машины у тебя приоритет в этой ситуации мы с тобой аутсайдеры я могу вступить пожалуйста окей смотри важно Ален прежде чем ты кинешь не забывай что когда ты сейчас кидаешь кости ты могла выиграть другой все отличное наставление одиннадцать кидай всю штура очередь какой хорош одиннадцать это вообще ангельское такое ну у нас десятибальная шкала пять нет почему чтобы на одном поле были да ну да ладно на одном поле должно быть все что подозначило ааа да все же достается универсал да это означает что слава опять выиграл даже в этом да потому что та машина которая оценивается в шесть молодец это универсал а универсал на наш взгляд подходит больше тебе потому что у тебя для работы я наоборот хотела маленькую тем лучше слава меня как-то прочувствовал ну что надо идти открываем их по очереди сначала открываем естественно машину свою как ты как как все лихо получилось смотри лихо? да это нарды? да чей-то набор роскошный такой с резьбой мой вот это да учти что эта машина за 200 тысяч поехали это киа рио 1 и это 2003 год почти твоя ровесница пусть она и выглядит неказисто но это хорошая машина самый главный плюс ее она дешевая в обслуживании самое интересное что полное обслуживание этой машины обошлось в 70 тысяч полное обслуживание той машины в 96 но эту мы тоже добьем до оставшиеся 30 в нее будут вложены в первую очередь там ну там есть косячки небольшие которые мы доустраним тебе повезло в чем? ты выиграла скажем так вытащила счастливый билет в том что эта машина намного дешевле чем та в обслуживании а в остальном она у нее единственный недостаток этой машины вот я скажу от себя она некрасивая ну и ладно это же первая машина но помнишь когда ты выбирала объявление ты как раз в киа рио была только седан а это универсал да я помню с кондиционером 4 стеклоподъемника на автомате слава слава соответственно у той машины 2 стеклоподъемника потому что две двери блин не мне нравится спасибо супер можно обниматься обниматься? можно только не со мной мы с тобой неудачники мы с тобой неудачники мы с тобой неудачники слава слава всех победил победителей по жизни ну что, Ален пришел твой час на Приус как-то похоже очень похоже а нифига себе приуздал вот сюда вот сюда давай я тебя прям поставлю чтобы тебе хонда хонда цивик 7 2002 года и на мой взгляд эта машина для бизнеса подходит меньше но тем не менее отличная прекрасная слава спасибо это замечательная машина без обид но эта машина на голову повыше чем та по всем параметрам кроме года она старше на год но она красивее красивее и дороже в обслуживании и в запчастях ничего важно Ален когда ты будешь ездить на этой машине помни каждую секунду что любое ДТП на этой машине будет сжрать у тебя из кошелька всю сумму сколько бы там ни лежало цены на какие-то отдельные элементы на эту машину просто космос это недостаток хонда Ален, не слушай его поэтому надо ездить на ней аккуратно это полтора литра на автомате там 1.6 на автомате здесь 90 лошадей а там по-моему 100 с копейками но едут они это едет лучше она легче у нее ВВТ она втековая то есть это хонда пара-бара-бам на этой машине раньше ездил женщина на этой машине раньше ездил мужик можно покататься? без проблем стоп стоп первое правило блин конечно извините я на радость кстати пожалуйста я не специально у тебя кстати двери а у меня двери сори что я на тебя класс мне нравится блин я так ждал пока что-нибудь скажешь тадам поздравляю ты выиграла себе вот такую машину а могла выиграть хонду я бы вместе грыз бы себя весь день и орал бы блин почему не хонда почему не хонда это был включенный стартер на заведенной машине смотри надо прибыть просто на всех машинах кроме газели кроме газели тебе это пригодится в жизни ключ крутится слева направо то есть ты стоишь и так трых проворачиваешь туда стартер и на себя выключаешь всегда без проблем все в порядке ну че стягивайся я обязательно так но мы не газуем мы не шлифуем боком заезжаем ну просто пока здесь такая жесткая не ну не каен конечно не тварак 5 хочется действительно повышен ну кстати надо посмотреть может быть даже и понимается ты по парку кто-то я боюсь гост выезжать я тоже может сюда дальше ой поехали и поехали там кстати камера заднем видно есть где на риван аааа лучше повезти сюда дальше нормально слава мне кажется ты боишься больше чем я да потому что типа я не обновляю водитель ну я вообще не обновляю не потому не поэтому я вообще абсолютно это это она так пинается или чё нет это кочки здесь коробки ой нет я не знала чего ожидать просто я прошла мне кажется все стадии гнева отчаяния надеюсь у тебя не самые завышенные ожидания были знаешь типа там сейчас приедешь и машина там нет слушай я же адекватно абсолютно оценил ну я смотрела же что можно за 200 я понимаю что это супер архи сложно найти ну на самом деле вот да честно признаюсь вот за такой цивик наверное перекупы души продают души продают да ну за 200 тысяч ну как бы это отлично ну мне нравится мне нравится мне нравится самое главное я не ожидала слава такой человек что ему достаточно загадать ты веришь в сверхъестественное если нет пообщайся со славой и начнешь верить это человек которому по жизни постоянно фартит вот что бы ни придавали ему постоянно везет и вот в этой ситуации он он рандомно просто на шару нашел эту машину и тут тоже повезло это два везения просто два раза вот он ткнул пальцем и выстрелил и получил результат и потом он настаивал чтобы та машина досталась Алёне а эта досталась тебе он настаивал я всю эту фигню придумал только чтоб шанс тебе дать прости 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 да ладно я шучу все это на самом деле ну как бы не шучу что Слава так хотел но все это было придумано просто чтоб было честнее но я до последнего хотел найти гольф четвертый окей в любом случае поздравлям спасибо любви здоровью счастья удачи спасибо ты можешь свою машину забирать и ехать а Рио мы забираем хотя это тоже наверное заберем ролик свистящий надо устранить по любому короче вы сейчас приехали посмотрели и все и обратно уезжаете вас сейчас обратно докинут до метро и забирать машину мы себе оставляем а машину мы себе оставляем у нас же все постанова а не мы не просто себе оставляем мы их продаем то есть это кому нужна Рио 220 а та 250 класс ну красивая же ну мне тоже нравится симпатичная такая маленькая да у вас есть какие-нибудь помощники кто вам поможет поставить их на учет страховки да сюда что или нет или все сами инструктор может помочь мой старший инструктор Слав давай организуем организуем страховки важно делать на сайте АП страхование АП страхование в моем доме на страховки делаем только в АП страховании все сделаем это единственное что надо знать все все любви, здоровья, счастья, удачи спасибо спасибо вот такой вот получился подбор за 200 тысяч на автомате на самом деле после того как все это отсняли все это вручение машины обе забрали доп служили в сервисе после этого помогли девочкам поставить их на учет потому что они как бы ни разу в жизни этим не занимались по итогу все нормально машины уже на учете девочки уже на них ездят и надеюсь они не считают что потеряли свое время зря вот я не знаю как по другому сказать потому что мы потратили кучу времени реально подбор сейчас становится намного сложнее чем раньше в общем девчонки катаются на машинах их все устраивает самое главное что им обеим понравились эти тачки я больше всего переживал что та кому достанется Рио будет как бы завидовать той кому достался Цивик потому что Цивик ну реально современнее выглядит и он более молодежный чем Рио однако Ксюша совсем не была расстроена она сказала меня полностью устраивает это Рио я чувствую себя в ней замечательно а это главное это боль и унижение для меня на самом деле за все время подборов сколько мы их не снимали их тьму мы снимали с таким треском я еще ни разу не проигрывал в славе мне даже прям стыдно так что возможно в будущем в каком-нибудь другом бюджете на других автомобилях я обязательно отыграюсь а на этом все как-то так всем пока чертовы комары блин что вам плохо было елки блин прям вообще мне все чешется все чешется тело все поехали отсюда все 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 все